Самое большое в мире Знамя Победы передали на вечное хранение в Брестскую крепость. Церемония развертывания полотнища поистине была впечатляющей, а прошла она в рамках проекта «Непокоренные», начавшись в Москве на Поклонной горе 12 июня. В течение 10 дней полотнище площадью в 2022 квадратных метра и весом в 250 килограмм побывало в 11 городах воинской славы и прибыло в Брестскую крепость герой. Стоит отметить, над знаменем из красного шелка две с половиной недели трудились 30 человек. По словам руководителя проекта «Непокоренные» Владимира Скрипниченко, знамя состоит из двух частей. Первая запечатанная, а вторая с материалом. Обе части совмещены по цвету, чтобы соблюдать полную цветовую композицию. И каждому нашему недругу это знамя будет напоминать, что не стоит приходить на нашу землю с мечом, потому что кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет. Мы хотим, чтобы это знамя было сегодня здесь развернуто и передано на хранение в Брестскую крепость герой. Участие в акции приняли жители Бреста, авторы проекта «Непокоренные», военнослужащие Брестского гарнизона, молодежь, представители общественных объединений и организаций, а также председатель Брестского госполкома Александр Рогачук, генконсул России в Бресте Олег Мурашев, директор мемориального комплекса «Брестская крепость» герой Григорий Бысюк. Несмотря на эту непогоду, это, наверное, одно из самых ярких, теплых, эмоциональных мероприятий, которые прошли именно сегодня, в преддверии этой скорбной даты 22 июня. И я очень благодарен авторам этого проекта «Непокоренные» за то, что это самое большое знамя, копия знамени Победы будет находиться у нас в Бресте. Более того, оно будет находиться не как музейный экспонат, оно будет находиться как элемент всех массовых мероприятий, которые будут проходить в нашем городе. Это, я имею в виду, шествие к дню освобождения города, к дню независимости, естественно, к дню Победы, поэтому то действие, которое сейчас прошло, оно было незабываемым и по антуражу, и по своей массовости. Я благодарен всем настоящим неравнодушным людям и россиянам, и нашим крещанам в данной ситуации. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok